Я внимательно прослушал выступление президента и обращение к нации. Я все-таки надеялся, что он учтет и все наши аргументы, которые мы не раз рассказывали на заседании Государственной Думы, и на слушаниях. Аргументов было довольно много. Первый и главный аргумент для того, чтобы платить хорошие зарплаты и пенсии, надо, чтобы работала экономика. Ровно 10 лет подряд у нас экономика проваливается и работает. Отвратительно. Мы за 10 лет так и не вышли на темпы прироста. 1-1,5% скорее стат погрешной. И продолжаем проседать. Если у вас экономика не работает, то вы не получите средств ни для зарплаты, а следовательно и нищего числять деньги в пенсионный фонд. Мы предложили программу развития. Под нее подготовили 12 законов, которые позволили бы уже в этом году сформировать бюджет, расходную часть на следующий год, 25 триллионов. Когда он представлял в качестве премьера Медведева, я назвал основные статьи, он слушал, что 25 триллионов позволило бы нам вкладывать в ведущие отрасли, действительно обеспечить прорыв, нарастить темпы выше мировых 3,5% и выполнить установки его послания. Они согласились, что надо добавлять, но я не вижу предложений от его правительства и не слышу в ее обращении. А как мы выйдем на мировые темпы? Мировые темпы позволили бы нам иметь пенсию не 12-14 тысяч, как сегодня, а уже завтра иметь примерно 20 тысяч, а среднюю зарплату 50 тысяч. Мы предлагали, чтобы в это трудное время, когда нас обложили со всех сторон санкциями, когда требуется особая сплоченность общества, сплотиться и поделиться в фонд развития производства и пенсионный фонд и со стороны состоятельных богатых людей. Я бы на месте президента пригласил бы олигархи, у нас примерно 200 человек аккумулировали 90% национального богатства. 1% владеет 90% национального богатства. И мы единственные, кто не желают платить, где богатые, по прогрессивной шкале налогов. Сегодня он опять оправдывал, что это хорошо, это отвратительно, когда в условиях кризиса состоятельные люди не желают платить нормальный налог. Ну почему не заплатить, как Германия, и боится, как Германия, как в Америке, и не ходить, как в Америке, как в Китае. Это была бы большая, очень большая прибавка к нашему фонду развития, в том числе и пенсионному фонду. Я полагал, что он скажет, да, развели слишком много чиновников, сейчас в два раза больше, чем в советское время. Ну давайте из 6 миллионов посмотрим, подожмем, а это огромные зарплаты. У нас сегодня только чиновники, услужащие, остальные. Было время, когда и шахтеры у нас были, услужащие, все формы имели, зарплаты. Ничего похожего их угоражили. У нас огромные деньги, аккумулированные в банках. Я приводил пример, 28 триллионов рублей лежит в банках. Им за последние 10 лет дали 200 миллиардов долларов из 100 фонда в 2008 году, когда кризис начался, им компенсировали. И за последние 3 года еще 4 триллиона рублей отдали банкирам, для того, чтобы они поправили положение. При мне они все убеждали, и Путина, и Медведева, что они вложат в инвестиции. То есть будет развитие, будут зарплаты, будут темпы роста, будет пополняться и пенсионный фонд. Проверили, они вложили всего 4%. Остальные рассовали по карманам и спрятали в офшор. Мне казалось, он прижмет офшорников, которые разворовали страну. В 90-е годы он знает прекрасно, у нас лежит доклад счетной палаты. Я носил его несколько раз к дому и просил, ну давайте хоть подведем итоги этого дикого разбоя, который был тогда. Когда стоимость 1 триллион долларов национального богатства, Чубайс под диктовку ЦРУшникова спустил меньше 3% реальной стоимости. Ну за это надо отвечать. По крайней мере эти воры могли бы внести необходимый клад в развитие страны. Не хотят этих трогать. И какую строчку не возьмешь, не желают. Теперь относительно тех цифр, которые ему дает статистика, ее подчинили. Вот вам официальная статистика. Средний возраст пенсионный 36 лет по стране. На сегодня сложилось. В соответствии с законом, 103 зарплаты вносится в пенсионный фонд. За эти 36 лет. 8 лет работает на пенсионный фонд человек. 103 зарплаты. А отдают в среднем назад 47 зарплат. 56 зарплат присваивает нынешняя олигархия, пенсионный фонд так называемый и правительство. Где эти деньги? Когда они говорят, что мы вам вроде что-то будем платить, вы не просто платите, вы отдаёте то, что человек внёс, работая. Вы отдаёте его деньги. Если вы, во-первых, не отдаёте назад, вы жулики и не имеете права называться госслужащим. Если вы не в состоянии управлять деньгами, то скажите, мы не в состоянии. Давайте менять правительство, давайте других людей назначим. Если посмотреть, кто занимается у него этой работой, закона о пенсионной реформе, готовил Сулуанов, Кудрин и Назаров. Назарову молодому человеку 35 лет. Учили его в Канаде, стажировался в Англии. Сейчас сидит и написал закон, который содрал с чужих законов. Там к этому закону 5-7 лет подводили, подходили, готовили общество. Молодой человек, средней зарплатой 2 миллиона в месяц. Супругу у него имеет собственность Германии. Я говорю об их декларации. 4 квартиры. Мне возникает вопрос. На каком основании он пишет нам эти законы? Кудрин у нас в доме приходит обосновывая. Из Кудринской этой каши этот первый закон вносится в нашу Думу. Открываю сайт МВФ и просто ахнул. Они еще в мае заявляли о том, что будет НДС повышена и что будет внесен этот закон. Они продолжают выполнять поручения своих кураторов, которые в 90-е годы гробили и уничтожали страну. Я бы на месте президента спокойно разобрался бы с этим и принял бы исчерпывающие меры. Говорит с народом советовец. Я не вижу, чтобы он советовал с народом. Я три раза предлагал собрать в Кремле руководителей вместе с учеными и специалистами. Предварительно обсудить этот вариант. Отправлял свои выступления, свои предложения, свои материалы. Реакции нет. Вчера из Омска показывают. Сидят его уже 5 подчиненных, служащих его правительства. И в Омск обсуждают эту проблему. Могли в Москве обсудить эту проблему. Поэтому нормального обсуждения не было. Как при внесении закона и более того. В течение месяца невозможно пробиться ни на один канал с этим вопросом. У вас талантливые журналисты говорят. Все, ребята, говорите о чем угодно, только не трогать пенсионную реформу. Но секрет-то очень простой. Для того, чтобы сформировать пенсионный фонд полностью, там страховая часть, дополнительный извод бюджета 3,2 триллиона в год должно идти. Вот Медведеву не хочется эти деньги отдавать на эти цели. И хочется залезть в карман. К банкирам не полезли, к олигархам не полезли, к оффшорникам не полезли, к ворам не полезли, к чиновникам не полезли. К кому полезли? Полезли к самым обездоленным, самым нищим и самым незащищенным. И самым героическим. То, что они продают, то, что они разворовывают, это заработано этим поколением. Поэтому сколько угодно можно рассказывать, что это счастье, если сейчас примут этот закон. Какое счастье? Средняя пенсия 12-14 тысяч. У детей войны самых заслуженных, у которой Гитлер отнял детство, а Ельцин отнимает с Путиным старость, нормально обеспеченность. У них в деревне пенсия 8-9 тысяч. А в городе 12-14. Порог нищеты начинается с 17 тысяч. Если вы печетесь о ветеранах, тогда сегодня должна быть пенсия минимум 20 тысяч. Тогда зарплата должна быть примерно средние 50-22% от зарплаты. Тогда фонд зарплаты должен быть 33 триллиона. Тогда надо совершенно иначе проводить экономическую, социальную политику. Тогда вы будете соответствовать званию государственных людей и мужей, способных решать эту проблему. Они тыкают на запад. Скажите, почему в Эстонии пенсия в два раза выше, чем в России? Что у них? Нефть есть? Газ, золото, алмазы, бриллианты. Что у них есть, кроме снобизма и русофобии? Ничего нет. Но почему в два раза выше? В Польше три раза выше. Почему в Германии, во Франции в пять-десять раз выше? Потому что хозяйствует из рук, вон, отвратительно. Основные средства и финансы захапала олигархия. И не желают участвовать ни в развитии страны, ни в поддержке пенсионного фонда, ни в уплате нормальных налогов. Извращенная совершенно философия, которая крайне опасна. На мой взгляд, этот закон не подлежит ремонту. Он сам по себе самый жесткий, самый жестокий, самый циничный. За мой, вот сколько я в Думе работаю, таких мерзких законов не было. Откровенно вам признаю. На фоне того, что происходит, нас обложили. Я был уверен, что соберут всех и скажут, ребята, надо вкладывать. Ну и последнее. Если хотят разобраться, как надо решить проблему, боятся советского опыта. Это дело их. Советская страна не залезла в долги ни на один доллар. Дала средние темпы 15-17%. За 20 лет стала первой и второй державой мира. Потому она и победила, и в космос порывала. Нравится китайский опыт. За 30 лет 10-12%. Реформа Данциапина и сейчас самые большие запасы золотовалютных резервов. Желают посмотреть, как немцы, Европа, тоже вполне известно, как это делается. Желают поправить ситуацию. Тогда должны аккумулировать ресурсы, используя все наши возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова